Итак, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня снова хочу поговорить с вами о аромате. Так как очень тяжёлая обстановка в мире и в наших странах, где мы живём, везде, и хочется немножко отойти от этой стрессовой ситуации, хочется немножко отдохнуть, ищем какой-то позитив из этого всего. Но так как я парфманьячка и думаю, что вы тоже, нам доставляет какое-то удовольствие говорить о ароматах, их изучать. Это довольно-таки интересная, конечно, тема для нас. И она заставляет отвлекаться от мировых проблем. Сегодня я хочу рассказать вам о одном интересном очень аромате. Он не шедевр, но он достаточно интересен. Итак, это вот такой вот аромат от Miu Miu. Miu Miu, так и называется. У меня в концентрации Eau de Parfum. Коробочка рельефная, голубая и рельефная. Сам флакончик тоже, кстати, рельефный. У меня здесь довольно-таки большой объём, 100 мл. Теперь откроем. Внутри обычный картон. И, конечно же, вот сам аромат. Коробочку отставим в сторону, она нам не нужна. Смотрите, флакончик тоже такой вот рельефный. Цвета нежно-нежно-голубого. Когда я смотрела фотографии этого аромата, когда этот аромат ещё не был у меня, мне казался он более таким синеватым оттенком. Но нет, он очень нежно-нежно-голубой цвет. Я не знаю, почему вот такая штучка здесь, пластмассовая на колпачке. Я так её и не поняла. Колпачок снимаем. Колпачок довольно-таки тяжёлый. Я думаю, что это металл. Металлический колпачок. Флакончик, конечно же, из тяжёлого стекла. И сколько здесь внутри осталось посмотреть абсолютно нереально. Сам аромат. Сам аромат очень интересный. Вы знаете, когда вызывают такие ассоциации, как будто вы просыпаетесь рано утром и выходите в сад. В общем, солнышко только-только начинает подниматься, но на улице ещё прохладно. На улице ещё прохладно. И в саду много-много роз. Розы свои красивые бутоны ещё не раскрыли. И также листья, стебли. Всё покрыто росой. И сами бутоны. И возле роз ландышей. Много ландышей. Тоже все в росе. И тоже со всеми этими листьями, зеленью. Аромат именно такой. Вот у меня именно такие ассоциации вызывает этот аромат. Сам аромат состоит из вот таких вот нот. Основные слышимые аккорды у нас цветочный, зелёный, розовый, белоцветочный и цитрусовый. Насчёт цитрусов я не знаю. Я цитруса в этом аромате абсолютно не слышу. И по нотам у нас вот так вот. Был выпущен аромат в 2015 году. И верхние ноты. Ландыш, бергамот и лимон. Ландыш я прекрасно ощущаю. Бергамот и лимон я совершенно не чувствую. Средние ноты. Жасмин. Роза, зелёные ноты. Жасмин, может быть, где-то он есть. Может быть, фоном где-то я его не ощущаю, как ни странно. Нет, не чувствую. Розы, конечно. Закрытые бутоны роз. Очень много роз. Чувствуются они прекрасно. И зелёные ноты, да, тоже ощущаю очень хорошо. Чёрная смородина и персик. Вот чего уж я не чувствую совершенно. Это вот чёрную смородину и персик. Их я абсолютно не чувствую. И базовые ноты у нас. Аки Головут и белый мускус. Аки Головут довольно-таки интересная нота. Она создана, насколько я понимаю, из масел пачули. Но я в этом не очень уверена. И используется в мире парфюмерии не так давно. Ну, как не так давно? Ну, я не знаю, сколько лет. Ну, последние 10 лет, может быть, может быть, меньше. И эта нота даёт, знаете, такую древесность и перец. Ощущается перец. Перечный такой аромат и древесный. Эта нота даёт вот такие ассоциации. Смотря на ком, как раскроется. Я бы очень хотела, чтобы этот Аки Головут дал мне ноту древесности. Но я её не ощущаю. Я, к сожалению, ощущаю только перец. И то сразу перца нет на моё счастье. Как я уже говорила, я, когда наношу этот аромат на меня сразу же, я сразу же слышу аромат раннего утреннего сада, где много роз, ландышей со всеми стебельками, лепестками, листками, покрытые росой. Этот аромат не свежий, ни в коем случае нет. Он и не сладкий. Вы знаете, он довольно-таки сильно выделяется на фоне новинок в парфюмерии. Сейчас очень много ароматов, которые похожи друг на друга и которые не выбиваются из общей массы. Но этот аромат абсолютно не такой. Этот аромат с изюмом, да, он с изюминкой. И его трудно спутать с чем-то. Очень интересно, что этот аромат и не свежак, и не сладкий. Этот аромат очень сильно передаёт настроение вот таких вот утренних, ранних цветов, сада цветов. Именно так я его ощущаю, так я его чувствую. На моей коже после часа жизни этого аромата на моей коже вылазит нота перца. Это так шалит, аки головут. И вот тогда для меня аромат становится непереносимым. Но это моя личная непереносимость перца. Я перец в парфюмерии не переношу. И, конечно же, я после часа носки этого аромата бегу и смываю его. Стоит заметить, что аромат очень-таки, довольно-таки стойкий. Один раз я выдержала и не смыла перец. И он на мне продержался, ну, я думаю, часов так 6-7. Наверное, точно продержался, да, этот аромат. Шлейф у него тоже достаточно хорош. Хоть на фрагрантике и пишут, что стойкость средняя, у меня кожа горячая, и на мне он так долго продержался. Шлейф, как я уже говорила, хорош. Этот аромат вне возрастов. Он может, он как прекрасно будет смотреться на совсем юной девушке, так же прекрасно будет смотреться на женщине в годах. На любителя, да. Обязательно, к затесту этот аромат. Обязательно, потому что, да, мы многие любим такие ароматы, вот этого сада, этих роз, ландышей с росой. Мы многие любим этот запах. Но добавляется нота, акигалавуда, после часа носки этого аромата на моей коже так. И неизвестно, что эта нота может вам показать. На мне выдают перец, поэтому мне приходится его смывать. Поэтому перед покупкой обязательно, обязательно его затестите. Если вы дружны с перцем, то я думаю, этот аромат вам понравится. Но ещё нужно быть дружными с мускусом. Мускус здесь не сильный, не очень явный, но он всё равно ощущается. Для меня довольно-таки приятный мускус. Никаких, конечно же, кошачьих лотков и тому подобное я не ощущаю. Так что имейте в виду. Рекомендую к затесту, если он вам понравится. Если вы хотите, ищите что-то подобное, конечно же, присмотритесь к этому аромату. Он невероятно интересен. Он, конечно же, мой фаворит в фаворитах. Но он не один из самых моих любимых ароматов. Нет. Он в фаворитах. Он должен быть у меня на полочке. Время от времени под настроение. Когда мне хочется, я просто его наношу на запястье и наслаждаюсь часом этой красоты. А потом, как появляются перчики, я его просто бегу и смываю. Но и смыть его не так просто. С первого раза не смывается. Поэтому намыливаешь второй и третий раз. Аромат довольно-таки интересный и стойкий. Это говорит о его стойкости. Так что присмотритесь. Наверное, на этом я буду заканчивать свой видеоролик. Что я вам хотела рассказать насчет этого аромата. Я вам рассказала. Насчет туалетной воды не знаю. Я ее не пробовала. Я единственный аромат от Миу-Миу попробовала вот в парфюмерной водичке Миу-Миу. Рекомендую перед покупкой обязательно тестить. На этом я с вами буду прощаться. Всего вам хорошего. До скорых встреч.